Майя 21 января 1993 года Добрый вечер! Я приветствую вас от всего сердца. Хорошо снова быть с вами. Я люблю всех вас. Все хорошо. Нет никаких ошибок. Все находится на своем месте и разворачивается так, как надо. Есть некоторые школы-адвайты, которые учат, что когда человек становится просветленным, я использую это слово достаточно вольно, ибо никто не становится просветленным, потому что это ваше естественное состояние. Так вот, они говорят, что когда человек становится, так сказать, просветленным, этот конкретный человек приносит миру покой, радость и счастье. Этот человек приносит миру исцеление. Этот человек делает мир местом, в котором становится лучше жить. Этот человек смягчает бесчеловечность человека по отношению к человеку. И это все ложь. Ничего подобного не происходит. Как это может произойти? Задумайтесь на минуту. Когда человек пробуждается, тогда не остается ни эго, ни ума. А именно ума и эго создают мир и его проявления. Но если не осталось ума и эго, то какая связь у джняни с этим миром? Для джняни этот мир – ничто. Он не существует. Так что если мудрец пытается исцелить людей, пытается исцелить мир, то тут что-то не так. И баджняни не старается сделать так, чтобы мир стал лучше. Мудрец превзошел мир. И больше не осталось ни эго, ни ума, чтобы что-то делать. Вот почему некоторые люди считают Адвайту эгоистичным учением. Они верят, что это очень эгоистичное учение. Но на самом деле мудрец не имеет ничего общего с миром. Потому что мудрец знает, что мир не существует. Для мудреца этот мир вообще не существует. Вселенная не существует. Для мудреца это то же самое, что кинофильм. Это изображение на экране. Но вы не связываете себя с изображениями. Ибо вы понимаете, что это только изображения, что они нереальны. Если вы попытаетесь запрыгнуть в экран, чтобы побить плохого парня, вы будете избивать только экран. Вот как мудрец видит этот мир. Возможно, теперь вы сможете понять, почему такие люди, как Рамана Махарши, Рама Кришна и другие им подобные, не имели ничего общего ни со своим телом, ни с его лечением. Ибо тело – это часть мира. Это часть Майи. Не смешивайте два этих мира. Духовный мир полностью отличается от материального, относительного мира. Для просветленного человека относительного мира вообще нет. Относительный мир не существует. Он никогда не существовал. Относительного мира вообще нет. Люди видят мир, который на самом деле представляет собой кинофильм. Мир – это игра в сознании. Вселенная и мир – это игра в сознании. Но люди принимают это за реальность. И, соответственно, страдают. Джняни же понимают, что мир вообще не существует. Он никогда не существовал. И он никогда не будет существовать. Поэтому мудрец не имеет с этим миром абсолютно ничего общего. Вдумайтесь в это. Попробуйте разобраться в этом. Это очень важно. Нет никакого тела, которое нужно было бы лечить. Нет никого, кого нужно было бы спасать. Нет ничего, что нужно было бы сделать. Вся Вселенная – это Майя, это иллюзия. Она не имеет вещественности. Она ни на что не годна. Она ложна. Именно поэтому я говорю, чтобы вы не смешивались с миром. Настоящий Сангуру, настоящий мудрец, никогда не смешивается с миром. Он никогда не принимает мир всерьез. Потому что он видит мир, как воду в мираже. Он понимает, что это лишь видимость. Мир не вещественен. И так еще раз. Вы никогда не найдете мудреца, который бродит по всему миру и исцеляет людей. Который пытается спасти мир и сделать его лучше. Это связано с тем, что нет никакого мира. И это все Майя. Что такое Майя, можно проиллюстрировать небольшой историей, которую я однажды уже рассказывал. Однажды Бонда Шакьямуни и его главный ученик Нерада шли по лесной тропинке. Они шли в тишине, оба они молчали. И тут Нерада спросил Бонду. «Учитель, объясните мне, что такое Майя? Что представляет из себя Майя? Что это за такая Майя, о которой вы всегда говорите? Вы всегда говорите о Майе, но я не понимаю, о чем это. Не могли бы вы объяснить мне, что представляет собой Майя?» Но Будда ничего не ответил, и они продолжили идти дальше. Час спустя Нерада снова спросил Будду. «Пожалуйста, учитель, объясните мне, что такое Майя. Я не понимаю, что такое Майя. Пожалуйста, объясните мне, что это такое». Будда посмотрел на него с состраданием и сказал. «Зайди, пожалуйста, в первый попавшийся дом и принеси мне стакан воды. Меня мучен жажда». Нерада повиновался. Пробежав полмири, он увидел дом и постучал в дверь. Ему открыла старушка. Нерада сказал ей. «Мой учитель Будда хочет пить. Пожалуйста, не могли бы вы дать ему стакан воды?» И она сказала. «Конечно, сынок, заходи в дом». Когда Нерада вошел в дом, он увидел там девушку, красивее которой он не встречал за всю свою жизнь. Он не мог оторвать от нее глаз. Старушка увидела, что он смотрит на девушку глазами полными вожделения и сказал. «Как бы ты отнесся к тому, чтобы жениться на моей дочери?» Нерада, околдованный красотой девушки, сказал. «Конечно. Они устроили большую свадьбу в отеле Беверли Хилтон». Смех. «Были приглашены тысячи гостей. Прямо перед тем, как они должны были пожениться, девушка спросила Нераду. «Кстати, Нерада, как часто ты занимаешься сексом?» Нерада сказал. «Нечасто». Тогда девушка задала еще вопрос. «Это одно слово или два?» Смех. «Что тут было снова такое, чего я опять не услышал?» Смех. «Вам только лучше, что вы не слышали меня.» Смех. «От чего это зависит?» «Вам только лучше, что вы не слышали». Хорошо. Так или иначе, они поженились, и их родственники дали им 40 акров земли. Нераде приходилось вставать рано утром и выращивать рис. Он стал фермером и работал очень тяжело. Достаточно скоро девушка забеременела, и Нераде пришлось работать еще тяжелее. Он купил корову, чтобы у ребенка было молоко. Он стал успешным человеком. Он купил акции и облигации. Он стал президентом торгово-промышленной палаты. У него родилось еще двое детей. Он стал высокопоставленным должностным лицом. Ему принадлежали дома, у него были деньги в банке. Для большой семьи они построили большой дом. Но однажды пришел ураган. Мощный ураган. Скорость ветра достигала 130 миль в час. Началось наводнение. Вода поднималась все выше и выше. Дом Нерады начало затапливать, и поэтому он вывел на крышу всю свою семью. Кроме самого Нерады на крыше оказались его жена, трое его сыновей и старушка-теща. Чтобы их не сдол и ветром, все они держались за телевизионную антенну. Но ветер дул все сильнее и сильнее. Старушка не смогла удержаться. Ее снесло ветром, и она утонула. Тогда Нерада сказал остальным членам своей семьи «Держитесь, держитесь!» А своей жене он сказал «Она все равно была старая, и ей оставалось всего несколько лет. В том, что мы потеряли ее, нет ничего страшного». Но ветер стал еще сильнее. Антенна сломалась, и трое его сыновей были сорваны с крыши ураганом и утонули. Они были просто сметены ветром. Жена кричала и рыдала. Нерада был в горе, но он сказал своей жене «Мы оба еще молоды, и мы сможем иметь еще детей». Но жена ответила ему «Нерада, я больше не могу держаться». С этими словами она разжала руки и тоже утонула. Нерада был совершенно растерян. Он тоже собирался выпустить из рук обломок антенны, но вдруг обнаружил, что снова идет вместе с Будой по лесной дороге. И Будо спросил его «Ты добыл для меня чашку воды?» А Нерада сказал «Теперь я знаю, что такое майя, о которой вы говорили». «И это все майя, вся эта ерунда, собственность, брак, дети, акции, облигации, отель Беверли Хилтон – это все майя, это все иллюзия. Это неправда, это не реальность. Есть только одна реальность, и вы есть то. Реальность – это вы. Кроме вас больше ничего нет. Тем не менее, вы думаете, что это не так. Вы представляете себя чем-то вроде человеческого существа, которое должно испытывать переживания и страдать. Вы думаете, что вы уязвимы. Когда же вы пробудетесь и узнаете истину о себе, что есть только Брахман и нет двойственности? Не Брахман и мир, не Брахман и человек, а один только Брахман. Ничто не выходит из Брахмана. Из Брахмана не выходит никакого мира. Мир – это галлюцинация, ваша галлюцинация. Вы принимали слишком много ЛСД, смех. Вы видите мир, наполненный людьми и вещами. Тем не менее, некоторые из вас могут сказать, «Роберт, но ведь вы тоже видите мир». Да, я тебя вижу. Ку-ку, я тебя вижу. Но я вижу вас как в кино. Я вижу вас в виде изображений. Вообще нет никаких сомнений в том, что вы не существуете. Но я вижу видимость. Я знаю, что это подобно киноэкрану с изображениями. Но вы думаете, что это реально? Это и есть единственная разница между мной и вами. Я на тысячу процентов уверен, что все это кинофильм, движущиеся картинки, которые даже не существуют. То же самое касается и моего тела. Тело, которое предстает как я, – это кинофильм. Поэтому естественно, что это тело будет видеть вас так же и в виде движущихся картинок. Если бы у меня не было этого тела, то я вообще не мог бы вас видеть. Меня бы здесь вообще не было. Я был бы везде. Но поскольку у меня есть это тело, я способен вас видеть. Вы должны прекратить попадаться в сети Майи. Я обедаю со многими из вас и вижу, насколько вы вовлечены в ваши проблемы. Насколько вы вовлечены в обстоятельства. Вы думаете, что в целом мире только у вас есть эта проблема. Вы знаете, чья это проблема? Эта проблема только ума, только эго, а отнюдь не ваше. Именно поэтому высшее учение заключается в том, чтобы целиком и полностью абсолютно избавиться от ума и эго. Именно над этим нужно работать. Не нужно работать над решением ваших проблем. Ибо если у вас есть то сознание, в котором у вас есть проблемы, то когда вы решите одну проблему, тут же появится другая. Многие из вас знают, что именно так все и происходит в вашей жизни. В течение многих лет вы пытаетесь решить свои проблемы. Вы работаете над вашими проблемами, пытаясь решить их. Вы идете к психиатрам, психологам и врачам. А затем, когда вы думаете, что они вам помогли и проблема была решена, тогда возникает какая-то совершенно другая ситуация, и связанная с ней проблема оказывается не менее сложной. И с вами всегда что-то происходит. Если вы оглянетесь на свою жизнь, то увидите, что я говорю правду. Одна проблема следует за другой. Секрет заключается в том, чтобы оставить проблемы в покое и избавиться от вашего ума. Если у вас больше нет ума, то как вы можете иметь проблемы? Проблема имеет ум, а не вы. Вы яркие и сияющие. Вы – это абсолютная реальность. Сад-шита-нанда. Нирвана. Вот что вы такое. Но вы не верите мне, потому что даже сейчас, когда я говорю с вами, некоторые из вас думают о каких-то своих проблемах. Вы думаете, будто что-то где-то не так. Вы думаете о чем-то, с чем вам приходится иметь дело. О чем-то, что вы должны преодолеть. Я же продолжаю настаивать, что нечего преодолевать. Не с чем иметь дело. Все хорошо. Но вы мне не верите. Вы продолжаете чувствовать, что у вас есть проблемы. Вы продолжаете чувствовать себя уязвимыми. Вам продолжает казаться, будто кто-то пытается что-то сделать с вами. Как может кто-то что-то сделать с вами? Даже если вы играете в эти кармические игры, то вы должны понимать, что если вы продолжаете идти этим путем, то ваша карма сгорает. Новая карма накапливается в вас только тогда, когда вы реагируете на ситуацию и обстоятельства. Таким образом, те из вас, кто чувствует на своих плечах всю тяжесть мира, должны отрабатывать свою карму. Только из-за того, что вы чувствуете на своих плечах тяжесть мира. Как только вы отпустите мир, он упадет с ваших плеч и разлетится на миллионы кусков. И для вас больше не будет никакого мира. Так сбросьте с себя это бремя прямо сейчас. Сбросьте все то бремя, которое вы несете прямо сейчас. Что бы это ни было, каким бы серьезным это вам ни казалось, бросьте это прямо сейчас. Избавьтесь от этого. На мгновение подумайте об этом, а затем бросьте его и смотрите, как оно разлетается на миллионы кусков. Ваша проблема ушла. С ней покончено. Ей капут. Вы свободны. Вы совершенно свободны. Абсолютно свободны. Разве вы не чувствуете себя свободными? Некоторые из вас на самом деле отказываются чувствовать себя свободными. По какой-то странной причине вы не хотите чувствовать себя свободными. Вы боитесь быть свободными, потому что вы не знаете, с чем вы столкнетесь. Ибо проблемы сковывали у вас так много лет. Они стали в некотором роде вашим другом, и вы боитесь отпустить их, позволить им уйти, потому что вы окажетесь в свободном пространстве. Не будет больше ничего, на что можно было бы опереться, за что можно было бы держаться. Тем не менее, я могу заверить вас, что если вы отпустите, то вы будете наполнены блаженством. Блаженство ждет, чтобы вы все отпустили. Не обращайте внимания на то, что делает ваше тело. Вы будете делать все то, что вы должны делать. Все будет сделано в правильное время и правильным образом. Доверьтесь потоку, который знает путь. Поверьте в то, что сознание эффективно сделает это за вас. Даже если вы не понимаете, о чем я говорю. Просто поверьте, что сила Бога, Брахмана, чистого осознавания, будет делать это за вас. Вы будете медленно, но верно и постоянно меняться. Если имея дело с миром, с обстоятельствами и с ситуациями, вы будете постоянно говорить себе «Не это, не это». Найти-найти. Начните делать это, когда вы встаете утром. В тот момент, когда вы просыпаетесь утром, когда вы открываете глаза. Отрицайте всю Вселенную. Когда ваш ум начинает думать о ваших проблемах или о ситуациях, в которые вы вовлечены, не носитесь с этим. Отрицайте это. Продолжайте отрицать это до тех пор, пока у вас есть необходимость делать это. Не принимайте ничего, ни хорошего, ни плохого. Это всё майя. Всё превращается в страдания. Это подобно президентской инаугурации. Во время инаугурации всё очень красиво, но после неё начинаются проблемы, после неё начинаются хлопоты. Это касается каждого человека на этой земле. Мы будем страдать до тех пор, пока верим в подлинность этого мира. В этом нет вопроса. Эта планета является планетой третьего уровня. С незапамятных времён на этой планете были войны, весь человечность человека по отношению к человеку и всякой прочей мерзость. И с тех пор хуже не стало. Единственная причина, по которой мы считаем, что в наши дни всё стало хуже, это связь, телевидение, факс. Мы можем знать, что в данный момент происходит в любом уголке этого мира. Всё это для нас собирает телевидение. Людей убивают повсюду. Поэтому мы считаем, что в наше время дела обстоят хуже, чем когда-либо раньше. Но это не так. Эти вещи происходили с начала времён. В нашей истории было тело, была испанская инквизиция, были крестовые походы, были убиты миллионы людей. И никто и никогда не мог спасти эту планету. Никто и никогда не мог спасти эту планету. Тем не менее, мы читаем о мудрецах, джняне, о подобных людях этого мира, и планета всё ещё движется, предначертанным ей путём. Вот что я пытаюсь сказать. Всё разворачивается так, как надо. Эта планета разбивается так, как нужно. Это не ваше дело управлять этой планетой. Ваше дело попытаться пробудиться и убраться к чёрту с этой планеты. Но если вы верите, что вы являетесь частью толпы, то вы должны понимать, что вы находитесь на планете третьего уровня и идти этим путём до тех пор, пока вы не состаритесь и не умрёте. И в соответствии с вашей кармой вы пойдёте на другую планету. Возможно, что она будет немного более мирной, чем эта. Вы можете попасть на планету второго уровня. Если вы думаете, что это плохо, то вы ещё ничего не видели. Вы не видели планет первого уровня, где дела действительно обстоят ужасно. Вы не видели планет четвёртого уровня, где ситуация улучшается. И это напоминает школу. Майя – это, так сказать, университет для воспитания души. Существуют различные уровни, различные классы. Но кто должен проходить через всё это? Эго, ум. Почему вы позволяете этому происходить? Остановите это прямо сейчас, когда вы слышите обо всём этом. Вам повезло, что в вашей жизни вы можете слышать эти вещи. Вам повезло, что вы можете понять, что вы это не тело, не ум и не мир. Сделайте что-нибудь с этим, освободите себя. Больше не принимайте это. Забудьте об этом мире. Не обращайте слишком много внимания на ваше тело. Не думайте слишком много о том, хорошие у вас времена или плохие. Вы должны потерять это, отпустить это. Отпустите всю ерунду, которая преследовала вас в течение многих и многих лет. Узнайте, кто вы, и станьте свободными и счастливыми. Только узнав, кто вы, вы станете свободными и будете обладать ничем не омраченным счастьем. Если же вы ищете счастье в этом мире, то вы всегда будете обмануты. На какое-то время мир покажет вам счастье, а затем он выдернет его прямо у вас из-под ног. И вы будете плакать и кричать до тех пор, пока на вашем пути снова не встретится счастье. и то же самое будет происходить снова, снова и снова. И Майя будет смеяться до упаду, потому что вы воспринимаете ее настолько серьезно. Вы воспринимаете мир так серьезно. Но почему? Прекратите это. Прекратите сейчас же. Бросьте это, пока возможно. Вы все это божественные существа. вы все это сознание. Чистое осознавание это ваша природа. Почему бы не последовать ей? Почему бы не сделать это сейчас? Это несложно. Это означает всего лишь опустошение себя. Совершенно опустошите себя от ваших мыслей, ваших страхов, ваших эмоций, ваших рассуждений, ваших догм, ваших предвзятых идей. опустошите себя от всего этого. Избавьтесь от этого. И это не важно. Спасите себя. Вы можете это сделать, и вы это сделаете. Покой. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. галлюцинация. возникает галлюцинация, если наша сущность это пространство? Галлюцинация вообще никогда не возникала. Только кажется, что она возникла. И это только кажется. На самом деле она невещественна. Она ниоткуда не приходит. Она подобна сновидения. Как возникает ваше сновидение, которое вы видите ночью? Галлюцинация это то же самое. Она невещественна. Она это ничто. Она не возникала. Это мираж. Только кажется, будто она возникла. Есть только брахман, сознание, чистое осознавание. Но никогда ничего не возникало. Это подобно тому, что вы загипнотизированы. Подобно тому, что вас загипнотизировали и заставили поверить во что-то. Например, в то, что у вас на руке паук, что он ползет вверх по руке. И вы в это поверили. И когда вы выходите из гипнотического состояния, у вас в самом деле есть красный след на руке, там, где якобы был паук. Там никогда не было паука. Но вещественными глазами. Гипнотизер сделал так, что вы видели его. Но никакого паука никогда не существовало. С миром то же самое. Мы видим мир. Мы видим вещи в этом мире. Мы видим планеты и вселенная. Мы видим все эти вещи, но они ниоткуда не происходили. Они невещественны. Они приходят из вашего ума, но они не существуют. Так что ничего никогда не возникало. За неимением лучшего термина это называется галлюцинацией. И это похоже на то, как если бы вы галлюцинировали видя все эти вещи, которые не существуют. Ничто не существует. Оно ниоткуда не приходило. Когда вы начинаете видеть сон, он не имеет начала. Он просто начинается. То же самое с творением. Только кажется, что творение начинается. Оно пришло из ниоткуда. Но мы ниоткуда не приходили, потому что нет творения. Это все часть ерунды, которая есть в уме. Сделайте так, чтобы ваш ум прекратил мыслить, и тогда все остальное тоже остановится. Роберт, что вы имели в виду, когда сказали, что Майя существует для так называемого обучения так называемой души? Зачем душе требуется обучение? Ей не требуется, но если вы верите в мир, то она существует, и вы считаете реальным то, что видите. Тогда мы говорим, что Майя существует для обучения души, потому что нам больше нечего сказать. Это всю часть той чуши, о которой я всегда говорю. Но если вы верите в то, что вы это тело, живущее в этом мире, и испытывающее переживания, то Майя действительно будет обучать вас. Она заставит вас страдать, она сделает вас счастливыми, она снова заставит вас счастливыми. И так будет продолжаться снова и снова, до тех пор, пока вы не устанете от всего этого, и не перейдете на следующую, более высокую ступень. Вот так вас и воспитывают. Но забудьте обо всем этом, и идите прямо к вершине. На самом деле нет никакой вершины, которой нужно было бы идти. Никуда не ходите, просто будьте такие, как вы есть. Когда я смотрел видеозапись Ромеша, мне показалось, что люди часами задают ему вопросы. Но у нашей группы никогда не было никаких вопросов. Это хорошо. Ведь ответ всегда один и тот же. Поэтому что бы вы ни спросили, это все ложь, этого не существует. На все вопросы на самом деле есть только один ответ. Если вы вдаетесь во все эти научные объяснения, то вы только впустую проводите время. Просто примите то, что вы не существуете и забудьте об этом. Это пустая трата времени. Конечно, вы это пустая трата времени. Я это пустая трата времени. Мы все это пустая трата времени. Времени даже не существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok